Здравствуйте! Теперь псевдопредставление начала закончилось, начинается настоящее начало. Сегодня я буду проводить определенные разговоры, рассуждения и мою личную историю насчет темы семьи в друзьях. Это будет о моем личном опыте того, как у меня это все произошло. Начало я отвечаю с небольшого конкретно моего backstory о том, как я упал в эту ситуацию. Я должен предупредить, что начало конкретно, белая половина, она довольно неприятная по тону, она довольно тяжелая. На следующем слайде у нас будут определенные предупреждения о том, какие конкретно темы будут затрагиваться. На случай, если кому-то это некомфортно, вы можете выйти. Это место, что я могу предложить. Да, это о поиске семьи, когда ты не нужен своим родителям, потому что я предполагаю, что я своим родителям особо не нужен. Перейдем к предупреждениям. Важное предупреждение – это то, что в этом разговоре будет упоминаться тема домашнего насилия, конкретно насилия родителей над детьми, в полу-графичном. Я буду говорить в этом видео, в этой презентации об этом довольно открытом, но без какого-то графоманства. Второе – это то, что будет упоминание школьной травли. Третье – сексуализированному насилию, конкретно именно над несовершеннолетними детьми. Четвертое – это то, что будет очень много попыток суицида, не прямо здесь, но в разговоре. После этого, в принципе, как я уже говорил, куча другой жести, тон первой половины будет очень неприятным. Дальше становится все немного получше, появляется какая-то надежда в человечество, но я должен предупредить, что сначала будет неприятно. После этого также хочу предупредить об упоминании классизма и о том, как он меня затронул, как человек, который вырос в деревне с очень-очень маленьким количеством денег. И последнее будет упоминание о употреблении наркотиков. Также я должен предупредить, что представление меня было записано заранее, и я надеюсь, что звук сработает, потому что изначально я сделал это для того, чтобы сократить время, которое может быть потенциально занято на это само представление тут, потому что я могу иногда слишком много говорить о себе. Ну, сейчас мы узнаем, кто я. Кто я? Меня зовут Амин Хайров или Женя. Мне 20 лет. Я вырос в селе Черленом Волгоградской области. Закончил 9 классов в 15 лет. Мои отношения с родителями никогда не были особенно хорошими. Мой отец был алкоголиком, а моя мать часто меня била. Я перестал общаться с ней после того, как я сбежал из Волгограда. Я пытался сначала договориться с ней о том, что я уеду, но она отказалась. После того, как она увидела засос на моей шее от моего партнера, у нас снова произошел скандал. 18 лет. И? 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 Ничего хорошего я тебе хотела сказать. Пардон, и? Потому что она девчонка. Нет. Да. Не лезь не в свое дело. Нет. У тебя бы не было с этим проблемами, будь он парнем. Не было бы. Возможно. Тогда не лезь не в свое дело. Она девчонка. И? Не и. И? А мне 18-15 исполняется. И? Спасаться тебе 17-го. И? Не икай. Сомневаюсь я, что и. Тебе, блядь, паспорт показали. Угомонись, а. Паспорт может быть худший. На нее вообще не похоже. Тем не менее, ровно 18 лет я уехал. Я работаю порнохудожником. Иногда я пою. Я записываю видео на свой ютуб канал. Играю в Кукеран. Потому что он дает мне какое-то чувство постоянства. За три года до моего 18-летия я попытался сбежать из дома в Москву автостопом. Я сбежал к 24-летнему человеку. Где на протяжении около месяца я употреблял наркотики в большом количестве и подвергался сексуализированному насилию. Одним из таких случаев был тогда, когда он дал мне пощечину за то, что я отказался ему отсасывать. Я не считаю, что я особенный. Иногда мне бывает очень хуево из-за понимания того, что я не нужен своей кровной семье. Я понимаю, что у меня никогда не будет матери. Что я никогда не смогу с ней общаться. И она никогда не полюбит меня так, как матери любят своих детей, когда они не трансгендерные. Я понимаю, что у меня никогда не будет хороших отношений со своим отцом. Особенно с учетом того, что сейчас он сидит с проломленной головой и мало чего понимает. Хотя я понимаю, что они не заслуживают того, что я хотел бы с ними общаться. А отсутствие их в моей жизни, несмотря на все те вещи, которые они со мной сделали, оставляет определенную дыру. Которую, понятное дело, невозможность заполнить ими же, ведь они ужасные люди. Почему ты здесь? Я здесь нахожусь, потому что... Изначительный фактор того, что у меня не было особо хороших отношений с кем-либо из моей деревни. У меня не было хороших отношений с моей матерью, с моим отцом. Как я это упомянул ранее. Но, так же в общей студии, несмотря на то, что эту проблему можно было бы легко решить, я был в процессе ее решения, когда я начал соединяться со своими ребятами. Более зьющую проблему, которая была вне моего контроля в виде отношения государства к людям, как я, не было под силой мне решить. И основная проблема состояла в том, что как минимум я устал быть каким-то позвом упущения, которое репрезентует для власти какую-то идею отвода ненависти от них в сторону нас, потому что мы являемся чем-то типом идеей задевающего Запада или типа того. Я устал от того, что до коры я не мог банально выйти из своего дома, потому что каждый раз, когда я выходил из дома, какой-то долбоёб подходил ко мне и спрашивал, «Эй, эй, ты что, дырявый? Почему у тебя так много пирсинга? Почему, зачем ты это слушаешься? Сними, это всё будь как нормальный пацан». Особенно после того, как я начал переход. Хотя не то, чтобы дела были легче до этого. В общей сути, мне кажется, я нахожусь здесь, потому что я не был кому-то в принципе нужен. Поэтому я просто взял своих ребят и уехал. Мы опубликовали пост в «Фарафинити». Это такая социальная сеть для фурик-художников. У меня тогда набралось уже достаточного количества аудитории. Я рисовал у них. Хорошо знал в принципе своих заказчиков. Они были замечательными людьми, несмотря на то, что многие люди скажут, что они просто парнуру заказывают. Я думал, что на мою просьбу о помощи никогда особо не откликнется. Но я был очень удивлен тем, что по итогу мы смогли собрать нужную нам сумму за, по сути, неделю или даже меньше. И проблема в том, что сумма была много больше, чем нам по итогу нужно было. Потому что изначально мы планировали попасть в Великобританию. Но глупость состоит в том, что мы не поняли, что нам нужно для этого видеться. Поэтому как только мы пошли, купили билеты, сели на самолет, приехали, собирались уже поехать в Великобританию, нас не пустили. И нам пришлось снова решать, что делать. У нас осталось денег на билет только, по сути, на одного человека. И поэтому самое удивительное, что только у одного из нас хорошего отношения с родителями. У этого человека, который сейчас следит за презентацией, у него замечательная мать, отец так себе. Но тогда мы попросили помощь у его матери. Было очень стыдно, потому что у меня отношения не очень. Я ожидал, что его мать скажет, что типа, слушайте, вы сами в это ввязались, если вы не можете это взять на себя ответственность за свою собственную конкретную жизнь, зачем вы это все делаете, вернитесь и все. Но оно присылало деньги. И по итогу мы смогли позволить себе билет на то, чтобы просто приехать в Грузию. Тогда случилась другая проблема, которая состояла в том, что несмотря на то, что мы смогли позволить себе билет в Грузию, мы не смогли позволить себе снять тут квартиру. И мы снова оказались в той ситуации, где я думал, блин, что мы наделали, зачем я их с собой взял, я беру ответственность за людей, хотя я не могу даже ответственность за себя потянуть. Мы наскребли деньги на то, чтобы снять комнату в отеле. Потом мы наскребли деньги на то, чтобы снять комнату на второй день. И в этот момент мы решили снова сделать вещь, которую сделать любой от двух человек. Мы решили снова попросить о помощи. Мы в этот раз, я не хотел задалкивать своих подписчиков, потому что... Потому что я думаю, что мы уже попросили недостаточно многое, и поэтому мы обратились к аудитории Шеша. Он идет в свой небольшой YouTube канал, анимации и все такое такое. Мы смогли наскребсти деньги на месяц аренды, после этого мы ставили на ноги. И, в общей сути, возвращаясь к тому, о чем я начал, мне кажется, возможно, я оказался здесь, потому что... Потому что... Потому что я был кому-то тоже. Когда вы все остались? Честно говоря, я это... Я не знаю, я не помню. Кажется, где-то с 2017 года. Я помню, когда был у меня не особо хорошо. А ты каждые, не знаю, две недели стабильно пытался себя повесить или типа там... Я не знаю, как... Я вообще, в принципе, тогда выдержал, да? Я в состоянии лехать там абсолютно... Ужасная. И как все прошло? А... Я не совсем понимаю, что это за вопрос. А как все прошло? А... Ну... Слушай... Ну, как видишь, у меня не особо получилось. Сейчас я тут стою и... Рассказываю о том, как все прошло. И... Я помню... Я все еще не совсем понимаю, что мне делать со своей жизнью, но... Слушайте... А... Да. Как все прошло? В общем-то, здесь лирическая часть моего конкретно именно рассказа закончится, где я чуть-чуть поговорю про фактические части. А... Для начала, почему я определяю нас конкретно именно как семью, а не как просто именно со жителей, или соседи-попомните, или не просто как друзей. Почему? Тогда я представляю нас, и я говорю, что мы семья, а не просто живем вместе. Для начала это все начинается с того, что... Понятное дело, у всех определения друзей и семьи могут быть разные, но для меня то, что мы называем друг друга семьей означает то, что мы готовы возложить друг на друга ответственность, друг за друга ту, которую при обычном взаимоотношении людей обычно друг друга не складывают. С какой-то точки зрения я компенсирую за счет того, что у меня тогда не плохо. Я называю нас семьей, потому что я хочу прожить со своими ребятами всю жизнь. Я хочу помогать им развиваться как личности, и я хочу тратить на них свои силы, и я хочу, чтобы они тратили на себя и на меня свои силы. Я называю нас семьей, а не просто друзьями, потому что я готов простить им намного большее количество ошибок, которые я бы не простил человек, с которым я просто познакомился месяц назад, с которым у вас просто общие интересы. Я называю нас семьей, потому что я хочу зарабатывать деньги, я хочу становиться лучше, и я хочу, чтобы у меня все было лучше не только для меня, потому что если бы это была основной идеей, я бы просто остановился на каком-то уровне заработка и не пошел бы дальше. А потому что я хочу, чтобы у них было то, чего у меня не было, я хочу, чтобы у них было то, чего у них не было. Я хочу, чтобы с нами, я хочу, чтобы они чувствовали, что они получают что-то, что они никогда не получат ни от каких других людей. Я называю нас семьей, потому что я готов буквально в плане отдать за себя, за них свою жизнь. Это, вероятнее всего, не произойдет, потому что вряд ли кто-то будет нанимать им ассасина, стрелять в них, и мне придется прыгнуть грудью вперед, чтобы не стрелять в них, увидите лучше меня. Но если такая диоретическая ситуация произойдет, я, в принципе, на это готов. Я называю нас семьей, потому что я хочу, чтобы мы помогали друг другу больше, чем помог бы нам какой-то средний человек. Я называю нас семьей, потому что я хочу, чтобы мы антипроваряли друг для друга тот идеал семьи и заботы, который для среднего человека, в принципе говоря, даже его семья. С какой-то точки зрения я называю нас семьей, потому что я хочу, чтобы мы были семьей. И это является моим основным приоритетом в наших взаимоотношениях. И мне, в принципе, нужно поговорить о том, кто, в принципе, эта семья. Для начала мы поговорим о Максе, который сейчас очень удобно спрятался за айпадом и снимает меня. Это мой партнер. Я его очень сильно люблю, он очень сдержанный, он выглядит очень умным. Он знает академические вещи, которые я не знаю, он лучше запоминает какие-то фактические данные. Он хорошо рисует, он хорошо разбирается в тем, как регулировать людей, заработок. Я не разбираюсь в деньгах, я транжира. И я не могу позаботиться о себе. Буквально, фактически. Это также является одной из причин, почему мы живем вместе. Во всех из нас отсутствует какой-то кусок, который мы друг у друга заполняем. Мем, он, по сути, мне как брат, он мой лучший друг. Я его очень сильно люблю, это его лучшая фотография. Мне нравится красить его волосы. Мне нравится его чувство юмора. Он разбирается в технике, он разбирается в Linux, в котором я ничего не понимаю. Слушай, ты разбираешься намного больше, чем я. Если ты знаешь что-то больше, чем я, то ты уже на меня вень. Он заступается за меня так, как Макс и Шеш, допустим, несподлибо заступился. И я ставлю за себя ответственность заступаться за него. Многие люди считают, что он ничего из себя представляет или что он инфантимен. И я не вижу в этом. Я не вижу в нем этого. И я ненавижу, что это другие люди видят в нем этого. Шайла – это человек, который приключает слайды. Это мой очень дорогой друг, партнер. Что-то вроде партнера мема. Они сидят под той кровати. Надеюсь, это не слишком информация. Он прекрасный аниматор, он в сердце нашей компании. Он пытается восстановить к жизни шпиля, который уже зачерствел. А он очень верит в этого шпиля. Мы не верим шпилям, но верим в Шеша. Он любит готовку Макса. И, в принципе, он такой человек, который съест что угодно и скажет, что это вкусно. У него мертвые вкусовые сосочки. Это уже какое-то оскорбление моей готовки. Нет, ты прекрасно готовишь. Ты прекрасно готовишь. Я не прекрасно готовлю. Но он это нест. И я это очень ценю. Кто ты? Я уже говорил. Фактически изменения. Сейчас происходит тема, когда я пытаюсь вас заставить жизнь со своими друзьями. И заставить верить в эту идею того, что квирам лучше жить не по одиночке, а в небольших коммунах. И сейчас я пришлю плюсы, которые произошли конкретно со мной и с моими товарищами. Как я уже сказал, в попытках убедить вас. Ты где мог разобраться жизнь, который я, на самом деле понял. Для начала я начал переход, я не смог бы этого сделать сам. Я не разбираюсь с собой. Брак я эротип. Я не могу самостоятельно подойти к какому-то врачу и сказать, Эй, можете поставить мне диагноз? У меня нет на это сил, у меня нет на это времени. Я не то чтобы глупый. Я понимаю, как это делать. Я не могу это сделать сам. Я себе чай не могу сделать. Ребята делают мне чай, а я мою посуду периодически. Они этого не могут сделать. Также ребята начали переход. Это произошло уже конкретно. Благодаря мне я обратился в организацию, которая позволила нам бесплатно сдать анализы. И они уже примерно третий месяц на тестостеронник. Я знаю, что они очень сильно этого хотели и было в моей цели этим помочь. Один из пунктов, которые идут не включенных, которые я только сейчас вспомнил. Я оплатил этому и этому человеку психиатру. Потому что у него была депрессия, и я очень сильно хочу помочь. У этого что у тебя было? У этого депрессия. Да. Я не то, чтобы хотел тебе помочь. Я просто хотел, чтобы у тебя были какие-то подтверждения, чтобы ты перестал себя не лениться. Да. Еще один пункт из плюсов. Мы смогли смотреть из России. Я снова, я не смог бы конкретно этого сделать сам. Я не знаю, как подбирать. Я с этим очень помог Макс. Он разбирается, как я уже сказал, в таких вещах намного лучше, чем я. И это, понятно, дело плюс. Причина, почему пришлось в минус, но в основном событие большое. Я начал есть, и сейчас я объясню, что это значит. А когда я жил один, я постоянно работал, я не мог о себе заботиться. Я ходил в туалет два раза в день, и я не ел толком ничего. Потому что я сижу, и я такой, я рисую, я рисую, рисую. Мне не было бы было просить о помощи. Точно так же, как с этим вот товарищем. Солежатие стало парадоксально меньше. А с экономической точки зрения, а также с бытовой точки зрения, когда у тебя есть четыре человека в доме, каждого из которых ты можешь попросить выполнить какое-то одно дело, все намного быстрее проходит. Когда ты не хочешь ныть посуды, и у тебя есть три опции, которые ты можешь сказать, можно помнить посуду? Один говорит нет. Не можешь помнить посуду? Другой говорит тоже нет. Может помнить посуду? Треть говорит тоже нет. Может произойти ситуация, когда никто ничего не делает, но уже и нах. Но большая часть времени этого не происходит. Как я сказал, упорка стала быстрее. И мой основной пункт в том, что этого не произошло бы, если бы мы делали этого всего по одиночке. Мне кажется, у всех людей есть какие-то вещи, с которыми очень часто нужна помощь. И одно дело, когда ты можешь попросить это чисто у друзей, но иногда у тебя нет времени написать кому-то, иногда ты неcles кто-то, кому ты можешь просто... Даже не говорить ничего, они видят, что с тобой что-то не так, они видят тебя, они могут спросить, что у тебя произошло, что сейчас BU ваш на помощь, они могут тебе помочь. Я не обращался за помощью, когда я общался с ними онлайн, у меня не было сил подписать. Сейчас мне не нужно даже обращаться, потому что они сами замечают, когда со мной что-то не так. Мне намного легче помогать им, морально. Мой поинт состоит в том, что если все нас пытаются загнать в изоляцию законами, отношением полиции, отношением властей и всем остальным, то я не вижу смысла поддаваться этому. Я не вижу смысла действительно находиться в изоляции. Сам факт того, что мы собрались в этой комнате, это замечательно. Даже если это не семья, это все еще сообщество, что хоть как-то у вас появляются руки под руками, которые поможут попросить о чем-то. Одно из заключительных вещей. Надеюсь, оно проиграется. Мы переходим к вкладке к вопросам. Если у кого вопросов не будет, я просто попытаюсь провести с вами какой-то диалог. У кого-нибудь есть какие-нибудь вопросы? К тому на флату покупательной картины. Я. Вопросы по области. Да, это было за пару недель до того, как мы приехали в Кызю. Да. Да. А как? Кем вы себе везете через пять лет, условно? Ну, я не знаю. С бородой. Да. То есть на Америке тут присматриваете какую-нибудь страну, грубо там хотели, не знаю, иметь огородик и дом, условно. Не знаю, может быть для всех вопрос. Такая ситуация в том, что... Еще один из плюсов того, чтобы жить вместе, конкретно если вы очень суицидальный, лично у меня это очень сильно с него раньше не мог бы сказать, какие у меня планы. Я бы сказал, я надеюсь, я сдохну через пять лет. Сейчас я скажу, что... И искренне я это скажу. Я хочу, чтобы когда-нибудь мы смогли купить себе дом. Так как мы не все... Это не вся семья. У Макса есть сиклинг, который сейчас... Который не очень хорошая обстановка в доме. И я ставлю своей целью, когда ей стать плюс 17, чтобы она приехала к нам, чтобы мы смогли дать ей условия, которых она не получала в дом. Потому что она не бинарная и она... Она не может пробовать плачь и всякие вещи, несмотря на то, что ей нравится. Это один из пунктов, как я вижу, наше будущее. Я хочу огород. Я люблю огород. Я врачный лук. Я хочу, чтобы к тому моменту я смог позволить всем ребятам, ну, всем, кто этого из них хочет, позволить мастертомию. Я хочу, чтобы к этому моменту у ребят сломался голос. Я хочу, чтобы мы нашли какой-то способ юридической репрезентации. Я хочу, чтобы мы нашли способ, как мы могли бы сделать так, чтобы мы могли оформить завещание друг от друга. И я хотел бы найти к тому моменту, найти способ какую-то именно легальную ответственность друг за друга взять. Чтобы, если мы берем какие-то кредиты, они будут на нас всех. Чтобы, если с кем-то из нас проблемы, мы несем за это ответственность. Чтобы, если одна из вещей, которую я тихо боюсь, это то, что кто-то из нас умрет, и это тело придется отдать родителям. Одна из вещей, которые часто говорят, это то, что... Этот вопрос, он очень редко поднимается, но... Я очень хочу будущего, в котором неконденциальные семьи имеют какую-то легальную защиту. Потому что я не хочу, чтобы, если, допустим, мем или шерш умер, и их тело отправилось родителям. Ну... Потому что они поставят бетон на кровь, и они похоронят это не так, как хотят. Они скажут не те слова, которые нужно сказать. Они не знают этих людей. Поделиться... Есть такая парадоксальная штука, что... Ну вот во всяких палеомордных анарх коммунах, я видел, написали однажды, что... Парадокс, но самая защищенная, типа, какая-то такая распределенная ответственность... Это... О! Ну, типа, что вот если, например, вы на земле, и у вас дома вы что-то выращиваете сельскохозяйственно, то, типа, как ни странно, это можно разделить на четырёх людей. И это можно, по-моему, завершать. Ну, тоже такой капиталистический бред, конечно. Все. У меня в жизни проблема, что у меня никогда не получилось встретиться с людьми. Я не могу себя достаточно сильно, чтобы, не знаю, доверять. Я не могу представить ни в своей жизни, ни одного человека, которому я прям мог доверять всю свою жизнь, прожить в месяц. То есть я знаю, что я высокоответственный человек, я стану, то есть собираюсь, готовлю, не знаю, умею чуть-чуть зарабатывать деньги, ходить на работу, типа, ясно. Мне кажется, для... С сожалению, со мной я не был другой человек, но... У меня никогда не было какой-то вот комбайне своей бессиллянной, и... Ну, я считаю, что это очень круто, чтобы нашли тут другое. Это замечательно. Правда, я... Я желаю вам всего будущего. И я надеюсь, что когда-нибудь себе, ну, просто, ну, очень близкий человек, и... Не знаю, просто лучше. А, да, извещаем, почему у нас есть удовольствие. То есть, по-моему, это удача, во многом это очень большое. Перебирали людей. Потому что у меня было очень много опций, очень много людей. Я знал. Проблем с тем, что не все люди подходят конкретно, допустим, тебе. Некоторые люди, ну, иногда характерами сочетаются. Иногда человек просто мудак. Иногда, может быть, человек только мудак. И это нормально. Такие вещи, организация семьи, это как-то с любыми серьезными взаимоотношениями, это требует очень большого времени и очень большого эмоционального уважения. Потому что мы живем... У нас не всегда было именно все вот так вот замечательно. Я могу... На, давай. Хорошо, спасибо мне. Допустим, когда Мономей... Нет, когда он ко мне только приехал, с ним было очень тяжело. Он отказывался убираться, он отказывался... Он отказывался себе готовить, он отказывался помогать и... Был один случай, кстати, мы легко разобрались, но был случай, когда он отказался со мной из одной кружки пить и всякое какое. Я такой смущенный, планируем жить вместе. Всю жизнь, как бы. Мне кажется, это тот барьер, который нам надо перейти. И он мой лучший другой. Я его очень сильно люблю. И это было очень сильно тяжело. У нас было пару случаев, когда мы размышляли, может быть, нам стоит перестать жить вместе, может быть, это не работает, но он дал много обещаний, которые он в итоге выполнил. Это было вложение с моей стороны, то, что я поверил, что он выполнит эти обещания. И так не всегда бывает. Некоторые люди, они дают обещания, и они их не выполняют. Но это также было вложение с его стороны, с точки зрения того, что он взял на себя ответственность начать делать все то, что он говорил. Не с первого раза. Потому что после этого через несколько месяцев у нас снова был случай, когда мы чуть не разошлись. Но все стало выше. И у нас уже как год таких разговоров нет. Мы ставим серьезные планы, мы вместе живем. Или, допустим, Шаш. Он... Мы очень долго звали его к нам позднее, до того, как начался закон за третьи перехода и так далее. Он каждый раз отказывался, у него были всякие разные причины. И когда мы собирались поехать уже, да, я написал на Юлисюша, и у тебя последний шанс. Я боюсь, что если конкретно сейчас не сможешь, что мы до этого... Мы после этого больше никогда не встретим, в принципе, друг друга оффлайн. Что мы будем обвержены чисто на общение именно по голосовому чату и всякое такое. Я вам сказал, хорошо, я еду. И это также было уважением с его точки зрения. Потому что... Моя ответственность заботится о них, да. Но они не знают, до того, как мы начали жить друг с другом. Они не знали, что я вообще за человек именно в быту масштабном. Они поставили свою надежду на меня. И моя ответственность эту надежду выполнить. Поэтому... Это все очень трудно. Это очень большие ставки, которые... Не все люди морально зрелые достаточно, чтобы глуполить. Не все люди, в принципе, хотят. Некоторые хотят жить всю жизнь одной. Это абсолютно нормально. Но... Есть, может быть, совет, который я могу дать. Это... Чуть-чуть больше верить в людей. Но одновременно с этим... Понимать, что это не всегда сработает. Это нормально. Дело необязательно в тебе. И дело необязательно в том, чтобы... Как-то что-то с тобой... Некоторые люди просто... Не складываются, видите. И вот... Да, так? Я... Пожалуйста, корректируйте вопрос от себя. Но... Если, опять же, окей... Вы спрашиваете про вашу ситуацию или ваш опыт. Какой у вас есть опыт взаимодействия с какими-то ментальными проблемами, когда вы живете вместе? То есть, иногда у человека отдавали несколько месяцев. Такое бывает условно. И как вы... Что-то подобное отходите в вашей ситуации? Что-то такое. Это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. В нашем доме все ментально больные. У меня депрессия. Я не то чтобы... Замечательно функционировал. Как я и говорил, я не могу сделать себе чай. У этого товарища... Это аутист. Это аутист. Это аутист. Это аутист. Не знаю еще этого. У него сенсорные проблемы. Он не очень любил, допустим, мыть посуду. Это не ментальные, ментальные проблемы, но ментальные проблемы. Они начинают с того, что человек плохо. Он чувствует какой-то бескомфорт. Но это отражается именно каких-то изменений в быту. Допустим, у него была эта проблема. Я сказал, давайте купим тебе перчатки. И теперь ему это делать лучше. Он все еще не любит это делать. И ему это лучше. Если, допустим, кто-то шотдаунится на месяц или типа того... Как бы я лично подошел к этой ситуации. Если все очень плохо, я бы снова конкретно оплатил человеку опути. Психиатра, психотерапевта, вероятность студентов не хватило бы. И попытался бы решить проблему при помощи профессионала. И при помощи того, чтобы аккомидировать нужды этого человека. Моим приоритетом было бы то, чтобы исправить ситуацию и сделать лучше насколько быстрее. Но также очень важно в таких ситуациях не торопить. Относиться к этому спокойно. Окей, тебе плохо. Не бегать вокруг типа, боже мой, тебе плохо, боже мой, тебе плохо. А тебе плохо, вот что я могу для тебя сделать, вот что я для тебя сделаю, что ты еще хочешь. Если какие-то просьбы, если какие-то вещи, которым у человека нужны помощь, они слишком тяжелые. Допустим, я могу себе основу пример. Помнишь, когда сейчас это в форме диалога, потому что в неком тексте помнишь, когда у тебя была ситуация, когда тебе было очень плохо. И одна из просьб, которая у тебя была, это то, чтобы мы к тебе не приходили в комнату и с тобой не общались. Да. Просьбами как-то обидеться, всякое такое. Мы решили это тем, что мы поговорили. Мы пообижались друг на друга, но поэтому, окей, слушай, я не могу тебе не приходить в комнату. Это мне очень важно. Я тебя очень сильно люблю. Я не могу просто игнорировать тебя. Давай пытаемся решить эту проблему как-то иначе. Я решил эту проблему тем, что я посадил его психиатра. Мы посадили его на антидепрессанты. У тебя стало лучше на антидепрессанты? Нет. Это, видите, такое тоже бывает. Да. У меня стало лучше после того, как я уехал из России. Это тоже решение проблемы. Вот. Да. Если решение проблемы, они не приводят к тому, что проблема решается, и начинается сама попытка, это решить само involvement в жизнь другого человека, оно само по себе должно, по идее, сделать лучше. Потому что, ну, конечно, некоторым людям хочется, чтобы их оставили в покое, но очень малому количеству людей хочется чувствовать себя так, как будто бы всем они тебя прибавили. Потому что, когда мне плохо, я отталкиваю от себя всех. Я говорю, отстаньте от меня, не разговаривайте со мной, да? Иногда это действительно стоит, нужно делать. Но иногда я это говорю, потому что я хочу себе на дальней. Потому что общение с ребятами приносит мне удовольствие, оно приносит мне радость, оно наполняет меня жизнью. И если я себя изолирую от этого общения, оно делает мне туже. И это ситуации, когда эти просьбы не нужно соблюдать. И, мне кажется, решение стоит в том, чтобы изучать человека, узнавать про него. Узнавать, когда это ложность, узнавать, когда это действительно ужасное человека в покое. Чувствуешь ли ты, что ты повзрослел быстрее и сильнее из-за того, что родился в России? Сейчас я не скажу, что делаю именно в России. Я чувствую, что я повзрослел быстрее и сильнее, потому что меня била мама. У нас не было денег на еду. И потому что со мной не разговаривали сверстники. из-за этого мне пришлось погружаться в какую-то информацию и чувствовать компанию не от людей, а от каких-то новых знаний и от таких вот вещей. Хочу скорее из-за этого. Потому что я знаю, к сожалению, очень много непозрослевших людей из России. Это скорее именно тяжелые условия. Возможно. Но опять же, далеко не у всех. Некоторым людям это наоборот заставляет именно рост моральный. Так что как повезет буквально. У меня тревожность, поэтому мне трудно взаимодействовать с большим количеством людей. Я чуть не помер. Готовясь конкретной 5 лекции. Но конкретно в первый раз. Я несколько раз был буквально. И плюс состоит в том, что один из минусов того, когда твои друзья, твоя семья, это то, что очень легко стать изолированными. Вы общаетесь с друг с другом. И даже если вам это нравится, иногда полезно кого-то нового конкретно пригласить, пообщаться. И чтобы заиметь другую динамику с человеком для разнообразия, допустим. И мой опыт состоит в том, что конкретно ничего прям масштабного масштабного это у нас не поменяло. Но это очень полезно просто поговорить с кем-то, на кого у тебя нет большущих планов. Это полезно для обмена опыту. Для того, чтобы узнать, как другие люди решают свои проблемы. И даже если, допустим, эти знания мы не будем применять, в случае, когда, допустим, какой-нибудь другой человек появится в семье, может быть, эти советы, эти опыты в теории помогут конкретно нам решать эти проблемы. Потому что подход ко всем абсолютно разный. Это мелочь, но нас всего лишь пока что четверо, и не все настольные игры могут проиграть четверо в этом моменте. Некоторые дополнительные предъявления добрать. Да-да-да. Я спрошу свои вопросы в самом-сам-сам конце концерта. Вопрос, в самом деле, мне интересно про финансовую часть ваших каналов, если кто-то есть, спасибо. Конечно, финансовые вопросы вообще… Лучше мне. Просто мне интересно, вы все вчетвером зарабатываете, каждый как умеет денежки или как? Да, сейчас. Для начала, финансовые вопросы абсолютно прилично задавать, спрашивайте все вот это. Мы не мега-богаты, мы с каждым годом начинаем зарабатывать еще больше и больше и больше, потому что аудитория растет, и от этого наш навык заработок меняется. У нас ситуация такая, что у нас абсолютно общий бюджет. Я не помню, сколько я зарабатываю. Я знаю, что я вместе с Шашем зарабатываю больше всего в доме, но я не знаю, сколько. Потому что финансы регулирует Макс, потому что у меня слова «экосекси» или как это называется, я не понимаю. Сложное слово. В начале Мен не зарабатывал деньги вообще. Это было небольшой проблемой. Он некоторое время поработал куда-то по нашей просьбе. Сломался. Да. Ему было это трудно. Ему было трудно рисовать на людей, у него было очень много стыда вокруг этого. Он чувствовал, что все будут его осуждать, что он нарисует что-то не так, над ним будут смеяться. И для того, чтобы он начал полноценно работать чаще, ему понадобилось примерно полтора года. Да, примерно полтора года. То, как мы это решили, да, чтобы не было такого «ты сидишь у нас на шее» или типа того, да, мы попросили его делать какие-то другие вещи. Типа, ты не зарабатываешь? Хорошо, давай мы пытаемся компенсировать это как-то иначе. Или, допустим, не обязательно типа эксплуатации труда или типа того, а допустим, слушай. Давай ты будешь тогда со мной периодически чаще фильмы смотреть или типа того. Потому что я не воспринимаю, как это, понятно, деньги. Деньги нужны для того, чтобы выживать, к сожалению, да. Деньги нужны для того, чтобы снимать квартиру, для того, чтобы водить за еду и всякое такое, да. И я понимаю, что не все компании, не все семьи могут позволить себе, чтобы кто-то не работал. Мы могли себе позволить это, слава Богу. И поэтому, так как я мог позволить это, я дал моему товарищу время, чтобы он развивал свой навык рисования, чтобы он развивался в других сферах. Он начал делать 3D, он понял, что ему не очень нравится рисовать на заказ, но ему нравится делать модели на заказ. Мне тебе и это не нравится. Ну, это твоя. Но, в любом случае, он нашел какой-то другой способ и теперь у него получается зарабатывать. Теперь конкретно его деньги, которые он получает, периодически нам очень помогает. Ну, снова, не миллионы или типа того, все еще как бы чуть-чуть поменьше, но это тоже полезно. Я скорее отработал мотивационную систему у себя, чтобы я мог сесть и не сдохнуть, потому что у меня мотивация такая, типа, если я вот нарисую сейчас вот этот вот заказ, то я потом себе нарисую вот это. Я такой, оооо, да, это вот. Да, искать какие-то реческие мотивации, я помогаю ему, помогаю себе, вот такие вот штуки. Еще с точки зрения бюджета, как это у нас еще работает? Я транжира, я дикий транжира, я шопоголик, я уважаю подвески и поэтому еще помимо бюджетного кулина. Можно кулину недавно сочет? Давай, ладно. Очень недавно мы пошли в ТЦ, и он... Не-не-не, я начну с другого. Работал я, значит, всю ночь, разговаривал с заказчиками, и мы получили 300 долларов. Я такой, все, охуенно, я отработал, я классный. Я ложусь спать, я просыпаюсь, где мои 200 долларов? У меня были планы. Слушай, ну что мы получили за эти 200 долларов? Одни плюсы, давай. Вот это вот кресло, которое заполнено... Кресло-мешок. 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 Столик маленький, пластиковый, желтый. Еще вот это вот, кубик красный, на котором можно сидеть. Кубик. Кубик. Бургеры. А еще торт из сахарной ваты. Два стуария. Короче, я еще поголик. Я бы не позволил себе это в ситуации, когда мы на грани бедности, и прямо сейчас нам нужны деньги, я позволил себе это, потому что я ставлю, что все хорошо. Поэтому тебе не нужно говорить уже, да? Да. Ну да. Самое главное, это не создавать панику в инкретном доме. Если у нас проблемы с деньгами, не говорите, ааа, садись, работай ты, тупой, хуесу. Надо говорить, слушай, монами, слушай, сейчас я хочу, чтобы ты взял на себя два заказа. Или типа того. Шаш, как у тебя там с анимацией? Можешь сделать что-нибудь другое? Можешь какой-нибудь ющ сделать? Можешь какое-нибудь видео собирить? Макс? Делаешь правильно. Женя? Амин? Кубик. Очень много это состоит именно в том, что как-то самостоятельно именно реагулировать. То есть не ставить на человека полностью какую-то всю ответственность, а и также не давать такое, что живи как живешь, ты присутствует в нашем доме, а давать пропорционально, пропорциональные таски, которые человек в принципе может выполнить. И пытаться, вероятнее всего, делать так, чтобы постепенно у этого человека размер этих тасков, которые он может на себя брать, он увеличивался. Вот. Если раньше мем мог взять вот столько, сейчас он может взять вот столько на себя. Вот. А при этом там все плохо? А при этом там все плохо? Ну, 18. Вы не сядете. Вот. Последние вопросы, последние. Я могу позволить три вопроса. Три вопроса. Коммером, можно выключать и присоединять. Продолжение следует...